Организатор бунта на рок-фестивале в Миасе выступил с последним словом в суде. Он заявил, что к преступлениям, которые ему вменяют, он не имеет никакого отношения. Мужчина не видит своей вины. Он отметил, что, имея семью и бизнес, не мог не осознавать, что ему грозит засадеянное. Напомним, по версии следствия, в 2010 году на рок-фестивале Торнадо бывший бизнесмен Александр Гирь и его приятель Роберт Назарян, который являлся хозяином шашлычной, поругались с пьяными посетителями и, видимо, решили им отомстить. Как считают следователи, подсудимый Гирь вместе с товарищем собрал людей, чтобы те напали на участников фестиваля. Мстить пришли с палками, битами и пистолетами. Зрители концерта и понять ничего не успели. Я просто шел к сцене и сзади приложили, как в первых рядах получил, как потерял сознание. На участников конфликта сразу же завели уголовное дело, однако предполагаемому организатору драки удалось скрыться за границей. В розыск его объявил Интерпол. Мужчина уехал сразу после того, как о массовом побоище на рок-фестивале заговорили все федеральные СМИ. Александр Гирь был задержан по возвращении на родину из Таиланда. В настоящий момент 12 участников и 4 организатора уже отбывают свои сроки за решеткой. Разбирательство в отношении Александра Гири еще продолжается. Своё решение суд собирается огласить в сентябре.